Добрый день! Сегодня я хочу поговорить о крахе Римской империи, что имеет, с моей точки зрения, непосредственное отношение к целому ряду, скажем так сказать, перемен, законов, страны, в которой я живу, эпохи, в которой мы все сейчас существуем. В 395 году н.э. умер последний император, который командовал, властвовал над всей территорией Римской империи, и империя разделилась на две части, восточную и западную. В 5 веке н.э. западная империя начала пускать на свою территорию варваров, в основном германские племена, и была разрушена как нападением германских племен снаружи, так и мятежами тех, кого они пустили внутрь, новых эмигрантов. Восточная империя закрыла свои границы, полностью перекрыла всякую возможность, как германцам, так и другим, без разрешения, что называется, входить на ее территорию, и просуществовала еще тысячу лет. Она отражала набеги германцев, потом мусульман, других племен, и даже отвоевала Италию, Северную Африку, вошла в Болгарию, захватила Армению. И так продолжалось до 1450 года, когда новое и очень либеральное по тем временам правительство Восточной империи приняло следующие постановления. Значит, первое, кормить всех нуждающихся за счет работающих. Второе, пускать бедных на все развлечения бесплатно. Третье, запретить продажу товаров первой необходимости, значит, выше указанных в правительственном реестре ценам. Цены эти были достаточно низкие, потому что правительство было либеральное и хотело, чтобы, значит, все были равны и все имели возможность покупать то, что им нужно. А, значит, фермеры, которые вынуждены были продавать свои изделия, то есть еду, да, продукты питания, по ценам ниже, чем затраты, было объяснено, что они будут наказаны, если они будут, так сказать, не будут соответствовать этой шкале цен, и будут пытаться продавать дороже что-то. Значит, наказание в те времена в Римской империи было одно такое легкое, там, отрезали голову. А если вот они не продают ничего, у них в закромах там лежит запас, и они ждут там лучших времен, то они будут наказаны. И наказание одно такое, очень легкое, сих гербашка. А если они, вот, например, перестадут выращивать на своих полях, там, так сказать, зерно, там, помидоры и прочее, так сказать, коров своих там не будут кормить, не знаю, там, уведут, убьют, а они будут резать на мясо, то, и не будут поставлять продукты питания на рынок, то наказание, очень простое, так сказать. То есть фермерам надо было продавать товары ниже себестоимости, ниже того, что они, как бы, вложили в это дело, что, как вы понимаете, не очень выгодно, и называется продавать себе в упыток. А если они не будут того делать, то, как мы уже говорили, с гербашкой. И фермеры с семьями побежали, как от чумы, бежали от своих земель. А сыновья фермеров, которые в это время, так сказать, служили в армии, в легионах римских, получили от фермеров, получали от своих родителей, от своих семей письма, что немедленно беги навстречу к нам, потому что будем скрываться, будем что-то делать, так сказать, семья всего дороже. И из легионов дезертировали какие-то огромные количества, я не помню в процентах и в количествах, но какие-то огромные количества солдат, легионеров удрали, так сказать, встречаться с своими родителями и им помогать. Мораль в армии стала ужасной, боеспособность понизилась, и в 1453 году турки вошли в Восточную Римскую империю, которую мы называем Византийской империей. И Рим, Римская империя, так сказать, много тысяч лет существовавшая, перестала существовать, кончилась. Вот так развалилась тысячелетняя империя, умерев под ударами либеральных идей. Значит, да, есть много теорий, почему развалилась Римская империя, это одна из них, но она очень похожа на правду. Ну, на сегодня все, спасибо за внимание, и ко всем тем, кому интересно то, что я рассказываю, огромная просьба, пожалуйста, делайте репост, то есть, так сказать, перепостите. Спасибо, и до следующей встречи.